Девушки отдыхают Каждый год в преддверии Дня Республики Девушки отдыхают 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 получают полезную информацию о космосе и Вселенной. И я очень рад, что в нашем городе появилось такое интересное и очень познавательное место. Планетарий, а еще аквапарк и даже Кремль появятся в нашем городе уже совсем скоро, к 550-летию, пообещали ребята. Понравился ли вам наш город будущего? Безусловно. За вами будущее любимого города Чебоксара. Вы верите в это? Да. Вот то, что вы сейчас на слова сказали, надо все сделать, чтобы это сбылось. Да, Гэр? Вы же, молодое поколение, будете строить новый, молодой, современный, любимый свой город. Успех вам! Соня Родионова, Андрей Шоколев, Сергей Рябчиков, Акелбупсер. Лето в самом разгаре. Кто-то уехал к бабушке в деревне, кто-то в лагерь, а кто-то отдыхает от уроков и тяжелых порфелей в городе. Вот интересно, далеко ли ребята закинули свой порфель на шкаф или под кровать? Не знаю, куда закинули порфели наши зрители, но я точно знаю, что участники чемпионата по метанию порфелей кидали порфели очень далеко. Давайте знакомиться с чемпионами. Ежедневные тренировки и подбор оптимального по весу портфеля. Многие ребята готовились к необычному чемпионату целый месяц, но были и те, кто просто гулял в парке Николаева. Схватил мамину сумку и тоже решил бороться за призы и памятную медаль. Так, внимание! Ну тут явные лидеры! Миша Махнович из 60-й школы стал чемпионом среди пятиклассников. Его портфель улетел на 12 метров. Вторую ступень на пьедестале почета заняла Таня Овчинникова, а третью – Рома Филиппов. Ты занял третье место? Не расстроился ли ты, что не занял первое? Я, конечно, расстроился, так как меня опередила девочка. Но когда я тренировался, замечал, что у меня портфель летит высоко, но не очень далеко. А потом я понял, что надо кидать не ввысь, а кидать ввысь и в длину сразу. И тогда у меня получилось далеко. У взрослых тоже была возможность вспомнить детство. Мамы и папы готовились к броску еще с большей радостью. Взяли у ребят в портфеле даже члены жюри. Раз, два, три! Есть кто живой? Вы только что были свидетелями рекордного броска длиной более 30 метров. Его сделал Андрей Федоров. Кстати, сынишка чемпиона, первоклассник Степа, тоже получил медаль, только серебряную. Тренировались вы перед броском? Конечно, обязательно. За две недели я постирала портфель, положила туда как можно мелких подшипников, и чтобы он улетел дальше. Но у меня получилось не так далеко. Ведь папы были сильнее, они ходят в спортзал, а у меня, ну так. Идея такого необычного праздника возникла у ребят детской студии Куча Мала, а национальное телевидение Чуваши воплотило ее в жизнь. Мы вовсе не призывали мальчишек и девчонок забыть на лето об учебе, просто хотели немного повеселиться во время каникул. И так, как это удалось, решили сделать шемпионат по метанию портфелей традиционным праздником. Саша Васильев, Александр Петров, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Акилбупсер. Какие все-таки сильные ребята живут в нашей республике. А все потому, что они дружат со спортом. Делать зарядку это сейчас не просто полезно, это модно. А все благодаря акции «Зарядка со звездой». Придумали маслую разминку взрослые, а дети подхватили их идею. Подробности в следующем сюжете. Куча воздушных шаров и много-много детей в разноцветных кепочках. Кажется, что все мальчишки и девчонки города Чебоксара собрались на Красной площади, чтобы сделать утреннюю зарядку. И сердце, чуваши! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Присуем сердце! Кинаем все! Пример ребятам показывали не только лучшие спортсмены республики, но и телеведущие. Дядюшка Бух, волшебник из детской программы «Бухта-барахта» придумал для малышей самые смешные упражнения. Вот все дружно топают в детский сад. А теперь садятся завтракать. Бухта, волевый, башка, бравый, хуже! Эту разминку не зря назвали «Зарядкой со звездой». Веселиться с ребятами приема снова гостя. Телеведущий детского канала «Карусит» Береляка. Привет, Береляка! Привет! Ты любишь шарики? Да, я люблю шарики. Я люблю их надувать. И еще мне нравятся такие длинные шарики, из которых можно делать всяких животных. Знаете, их так сворачивают. Я, правда, не умею. У меня не получается. Но я видел, как другие люди делают это, надувают и сворачивают всяких животных. Это так классно, здорово. Держи! Спасибо. Ого, спасибо вам большое. А еще Береляки подарили спортивный костюм с гербом нашего города. Неудивительно, что король забытых вещей и потертых русскутков полюбил Чебоксары. У вас такие дружелюбные, такие замечательные люди, открытые, улыбчивые. Я благодарен и очень вам и рад, что вы меня позвали, пригласили. И у меня появилась такая замечательная возможность увидеть этот замечательный город. Роль Береляки играет актер Ричард Бондарев. К нам он попал не из волшебного чуланчика. Ричард приехал из Санкт-Петербурга. Там он работает в театре. Один раз я забыл текст. И я играл детский спектакль и играл кота. А в зале сидели мои друзья. Но я не знал, что они пришли. И когда я вышел, у меня большой монолог на авансцене. Я поворачиваюсь и вижу в зале, как сидят мои друзья, которые смеются. И я увидел, и от волнения я забыл текст. И я встал и начал говорить какую-то билиберду. Я стою здесь, забыл текст и не знаю, что говорить. И думаю, что, что, что говорить. А музыка идет, музыкальный такой момент. Я должен быстро текст сказать. И мне одна из мышек, которые были на сцене и тоже вместе со мной играли спектакль, начала подсказывать, задавая вопросы. Она задала несколько вопросов. И я вдруг вспомнил. А, точно. Зацепился за какую-то фразу и дальше продолжил текст. Но было очень страшно. А они смеялись надо мной потом. В Чебоксарах на Береляке никто не смеялся. Его все благодарили за хорошее настроение и заряд в возрасте. Зарядка была великолепной. И так много людей. Все делают, все кричат, все радуются, улыбаются. Это, по-моему, за мою жизнь это самая большая, самая веселая и самая прикольная зарядка, которая у меня была. И я с удовольствием приеду к вам еще на такую зарядку, если у вас еще будут такие зарядки. Вообще, это хорошая традиция делать такие зарядки. Я вообще их делал каждый день. Лиза Иванава, Андрей Спиридаров, Акилбуксер. Сегодня в нашем выпуске будет не одно интервью с новиздой. Впереди встреча с другом Береляке, ведущим другой детской программы на канале «Карусель» Калякой-Малякой. С ним юные корреспонденты познакомились уже в Москве на фестивале детского телевидения. Но обо всем по порядку. Передаем слово нашей коллеге, ведущей Насте Багиевой, которая представляла программу Акилбуксер на фестивале «Включайся». Здравствуй, Настя! Здравствуйте! Я на самом деле нахожусь в Москве, около Остангельской телебашни и не одна. Десять юных журналистов национального телевидения «Чуваши» приехали на фестиваль детского телевидения «Включайся». Этот фестиваль проходит в Москве уже в девятый раз. Здесь жюри выбирает лучшие работы, сделанные детьми и для детей. В этом году в конкурсе участвуют 205 работ из разных уголков России, Белоруссии и Казахстана. И только 7 из них будут главными победителями. За призы борются и три программы национального телевидения «Чуваши». Это детские новости Акилбуксер, волшебная программа «Бухта-барак» и развлекательное шоу «Наобум». А пока мы ждем подведения итогов, мы знакомимся с юными журналистами, ходим на мастер-классы, ездим на экскурсии. Бал роботов. Название экскурсии звучало очень необычно, поэтому почти все участники фестиваля «Включайся» взяли блокноты, микрофоны, включили камеры и не ошиблись. Бал роботов – это крупнейшая выставка в России самых совершенных роботов. На бал пригласили инженеров со всего мира, со своими экспозициями. Даша, посмотри на меня! Начнем знакомство с нашего, российского робота. Эту красавицу собрали школьники из Санкт-Петербурга. Грета сделала из конструктора лего и отлично играет в ладушки. Одного из самых больших роботов на выставке называют пауком. Действительно, очень похож. Вообще, этот робот создан инженерами не робототехниками, а автомобильными. То есть, автомобилисты его собирали. Используется он в основном для выставки, потому что он очень громкий. А так вообще, из-за того, что у него такое правильное распределение веса, его можно использовать, например, на минных полях. Вообще, вот эта штука весит 680 килограмм и управляется одним человеком. Эти роботы вовсе не стремятся захватить мир. Они, наоборот, помогают нам, людям. Робот-няня знает множество развивающих игр. Робот-учитель может прочитать любое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. А робот-тюлень мигом прогонит скуку. Самый эффективный робот в терапии. В Японии он имеет широкое распространение в домах престарелых, в больницах, в детских домах. Он как живой, реагирует на каждое прикосновение, реагирует на ласки. То есть, каждый может подойти, потрогать его, погладить. Этот робот из Франции. Его зовут Поль. Он художник. Он может нарисовать портрет любого человека. И в конце поставит свою подпись. А вот еще один француз – Нао. Рисовать он не умеет. Зато танцует. И стихи рассказывает. Великолепно. Танцуй. Танцуй. Что будем писать? И вон. Пойдем. Рядом расположился другой артист. Русский язык он еще не выучил. Поэтому пока читает Шекспира на английском. Мы не слишком ладим. Это вопрос. Наблюдать за этими роботами, разговаривать с ними можно бесконечно. И, по-моему, ради этой выставки стоит съездить в Москву. К сведению, бал роботов закроется 20 июля. Рома Филиппов, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Наши корреспонденты познакомились в Москве не только с интересными роботами, но и с удивительными людьми. Например, юная журналистка из Якутска показала чебоксарским ребятам, как играть в национальном музыкальном инструменте хомус. Профессиональные режиссеры, актеры и ведущие тоже с удовольствием делили знаниями. Взрослые понимают, что совсем скоро мы вырастем и будем делать самые интересные телепередачи вместе с ними. А вот и он, любимец сотен мальчишек и девчонок. Ведущий программы «Давайте рисовать» на канале «Карусель». Весельчак, каляка, маляка. Он же актер, Сергей Друзьяк. И первый вопрос от юных журналистов. Вы учите ребят рисовать, а сами хорошо рисуете. Ну, я в детстве ходил в художественную студию. И у меня был педагог Виктор Данилович. И, например, я что-то нарисую. Мы рисуем там какой-то пейзаж. Я нарисую. И очевидно, не то, как он показывал. Он подходит и такой, ну что, Сереж, ну смотри. И он как волшебница такой. И через пять минут все готово. И Сережины работы на выставке не сядут. А Сережа знает, что он-то и не рисовал этот рисунок. На самом деле, Сергей просто скромничает. Он очень талантливый человек. Снимается в кино. Играет в театры. Привет, я вам из города Чебоксары. Скажите, узнают ли вас дети на улице? Какова их реакция? Здравствуйте. Да, иногда узнают. Они удивленно оборачиваются. Иногда начинают дергать родителей за куртку там или за руку. И показывать. Иногда, когда еду в машине и вижу проезжающий автобус, я начинаю махать ребятишкам, которые там сидят. Они вот так удивляются. И начинают тоже махать. Весь автобус машет. Я им машу, и мы радуемся. И вот. Какую роль вы мечтаете сыграть? Мечтаю сыграть Питера Пена. Но и пытаюсь придумать, как сделать так, чтобы летать без тросов. А еще Сергей вместе с другом пишет песни. Артисты даже придумали название для своей группы. Паранолики. Летний ветерок трогает тебя и улыбку твою. Трогает плечо, трогает ладонь и ступню. Пяточки твои, пальчики твои и глаза. И твои большой белой бороды волоса. Дедушка Мороз любит загорать. Дедушка Мороз летом загорает. Дедушка Мороз любит в море нырять. Но об этом никто, никто не знает. Вот такая веселая песенка. Видно, что Сергей любит детей. К нашей встрече он неплохо подготовился. Взял с собой мыльные пузыри, бумажные самолетики и волшебные бубенчики на счастье. Маленьким юным чебоксарцам хочу пожелать, чтобы вы творили, сочиняли, делали из пластилина сказки, лепили из бумаги ракеты, запускали самолеты, делали воздушные шары и все что угодно. Настоящие делали эти подводные батискафы и спускали туда солдатиков, снимали про это мультфильмы, фильмы. И хочется к вам в гости скорее. На следующий мастер-класс с известной телеведущей Яной Чуриковой подтянулись ребята постарше. Многие из них мечтают построить такую же телевизионную карьеру. От простого корреспондента до директора телеканала. Здравствуйте, Яна. Меня зовут Марина. Я из города Чебоксара. С чего начинается ваш день? Мой день начинается с того, что я встаю бодро, а вся остальная моя семья еще спит. И мне приходится, если нам нужно куда-то всем бежать, я начинаю всех будить истошно. Это очень трудное занятие, потому что все в семье у меня совы. Одна я переделанная сова, ну то есть такой неискренний жаворонок. Но зато, если никуда не надо никого будить, это утреннее время принадлежит только мне. И я кайфую, занимаюсь йогой сколько хочу, медленно готовлю завтрак, ну и прочая такая мамкина работа. Вы помните свои первые шаги на телевидении? У меня даже сохранилась где-то кассета дома, вернее у мамы. Я все сделала для того, чтобы она исчезла, эта кассета. Даже пыталась ее размагнитить, ничего не вышло. Короче, этот ужас называется «Я беру интервью Валерия Меладзе». Никому не смешно, а мне было смешно, когда я посмотрела потом лет через 10. Это вот такие вот очки, вот такая вот челочка. И вопрос. Скажите, Валерий, ваши творческие планы? Чтобы никто никогда мне таких вопросов не задавал. Что вы можете пожелать юным журналистам и артистам? Будущим журналистам и артистам я хочу пожелать, пожалуйста, если вот вы можете прожить без сцены и журналистики, проживите. Правда. Народов в профессии много, но, с другой стороны, если вы видите, что вот не можете вы жить без журналистики и сцены, это значит, надо заниматься этой профессией. И добро пожаловать, дорогие коллеги. Ну а сейчас давайте вернемся к конкурсу. Напоминаю, задача фестиваля «Включайся» – найти лучшие детские программы страны. Их авторов награждают в последний день на церемонии закрытия. Стеклянные статуэтки отправляются в Уфу, Ульяновск, Азов. И вот, наконец, становится ясно, что лучшие детские новости делают в Чувашской республике. И вы, дорогие зрители, прямо сейчас их смотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ Телевидение – не волшебная штука. Только что вы видели нашу награду в Москве, а сейчас она уже в студии. Вот такая необычная и довольно тяжелая кнопочка «Включайся». Эту статуэтку называют детским «Оскаром», потому что достается она только лучшим телевизионщикам. Команда программы «Аркел Бупсер» и дети, и взрослые много работают для того, чтобы наши новости были самыми лучшими. И мы поздравляем всех ведущих, корреспондентов, сценаристов, режиссеров, операторов и звукорежиссеров с их заслуженной наградой. Ну а сейчас пора прощаться. Выпуск провели Данила и Никита Васильева. Всегда смотрите программу «Аркел Бупсер» на национальном телевидении Чуваши и в интернете. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok